Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжаем. 23 глава «Невидимые брани. Как от чувственных впечатлений переходить к травственно-назидательным урокам». Несколько глав подряд здесь у преподобного Никодима посвящено вот этому вопросу, как нам пользоваться, что нам делать с нашими чувствами, которыми мы контактируем с этим миром. Все, что мы видим, слышим, осязаем, запахи какие-то, чувствуем. Как на литургии у нас говорится, к горе имеем сердца, а наши чувства порою как такой фундаментальный якорь приглаждает из сердца наше к этому миру, а не к миру горнему. Вот. И как вектор тоже этих чувств и направления поднимать к нашему сердцу. И тогда уже сердце, наверное, отлепленное от земли, получает возможность направиться к Господу. Ну вот, продолжим. «Когда видишь вещи, красивые на вид и ценимые на земле, помысли, что все они ничтожны, как ссор какой, сравнительно с красотами и богатствами небесными, которые, несомненно, получишь ты по смерти, если презришь весь мир». Вот известно это выражение. «Любовь к миру – вражда с Богом». Вот. «Когда видишь красивые и ценимые на земле вещи по мысли, да, вот успеть бы, приобрести бы этот навык, чтобы подумать о ничтожности всего этого, того, что моль съест, ржавчина, вор украдет, все, что с собой в могилу не положишь, помыслить, ставить бы хоть какое-то помышление в этом непрестанном таком, мощном, привычном потоке услождения этими вещами. Ведь когда что-то увидишь такое хорошее, дорогое, крутое, на такой набор может сразу же возникать и зависть, и осуждение того, что у кого, как у них это, почему это у них, а не у меня. Ну, все, поток такой идет. Осуждение, осуждение, зависть, и всех тех набора душевных язв. А вот по мысли. К этому нужно прилагать усилия, попытку, и помоги Господи. Обращая взор свой на солнце, по мысли, опять же, по мысли, как-то пробуй и ум свой разворачивать в сторону Господу. По мысли, что душа твоя более чем оно светла и прекрасна. И если состоит в благодати Творца своего, а если нет, то она мрачнее и мерзостнее самой преисподней тьмы. вот эти, да, два состояния высоты низа, неба и ада, которые, к которым мы стремимся в своей Душе либо в одно, либо в другое направление. застыть не можем. Взирая очами своими на небо, устреми очи души твоей в самое высшее пренебесное небо и прилепись к нему по мыслам своим, так как оно уготовано в вечное блаженное жилище тебе, если здесь на земле проживешь беспорочно и свято. Устреми, ну вот здесь конечно, кроме такого пустого чтения и рассуждения стоит попросить у Господа, чтобы дал хоть какой-то опыт познания Его и познания возможности всего этого и близости этого всего к нам. Потому что пока не появился какой-то опыт после причастия, например, если на исповеди все же что-то обличишь себя и Господь порой дарует эти моменты мира, мир мой даю вам, конечно, потом падаешь, теряешь это, отвлекаешься, но опыт остается и вот приобретается память об этом опыте и это может быть таким вот помощником, потому что у тебя уже появляется опыт, когда ты чувствуешь, что из-за внешнего твоего рассеяния этот мир начинает теряться, он становится таким шатким положением в сердце и тут брань твоя и происходит делаешь ли ты волей свои движения все-таки сохранить этот мир, отсечь эти внешние раздражители, откинуть, вернуться к молитве, либо усладиться этим миром и дружить с этим миром и враждовать в этот момент с Богом. Слышат рели птиц на древах в весеннее время и другие мелодичные пения возвысь ум свой к сладчайшим песнопениям райским и по мысли как там непрестанно всюду раздается эхо от аллилуйя и других ангельских словословий и моли Бога да сподобит тебя вечно песнословить его вместе с онами небесными духами о коих пишется в апокалипсисе и по сих слыша глаз вели народа много на небеси глаголющего аллилуйя спасение и слава и честь и сила Господу нашему вот что происходит на небесах словословие Господа в состоянии помрачения сердца и любви к этому миру оно даже вот это состояние постоянного словословия кажется переживается как некое тягостное немыслимое невозможное невозможное неудобное в чем застану в том и судить буду вот застанет Господь в этом неудобстве к словословию его что делать спрячешься куда-нибудь подальше от этой толпы кричащей поющей халилуя куда подальше когда почувствуешь что увлекаешься чьей-либо красотою приведи на мысль вот тоже этот момент брани со временем ты начинаешь все-таки замечать этот момент когда ты чувствуешь что увлекаешься чьей-то красотой и вот тут этот момент брани приводить ли тут на мысль что-нибудь там о Боге или все-таки понестись по этой карусели и наслаждаться наслаждаться этим миром приведи на мысль что под всей привлекательностью кроется преисподний зми готовый убить тебя или хоть поранить и скажи ему а проклятый змей это ты воровский стоишь здесь еще поглотить меня напрасный труд ибо Господь мне помощник потом обратясь к Богу скажи надо прекращать разговор с этим духом который как бы открылся проявил себя потому что нужно начинать разговор дальше с Господом обратясь к Богу скажи благословен ты Боже мой обнаруживший предо мною скрытного врага моего и не давший меня вловитву зубом его то есть что мы здесь благодарим Господа а не приписываем себе навык о я уже различаю духов злобы как они действуют на людей во мне и соответственно дальше питая свою гордыню а тот будет концерты показывать друг какой-нибудь наш один или несколько как в Евангелии до места когда и легион может быть в человеке и будет показ мультик и ты будешь такой о да я тебя вижу о да ты меня видишь ай-яй-яй к Богу надо обращаться его благодарить это он показал он сохранил и он спасает а затем укройся как в некое спасительное убежище в раны распявшегося за нас посвящая себя им с мыслью сколько Господь наш претерпел в святейшей плоти своей чтобы тебя избавить от греха и вселить в тебя омерзение к плотским страстям с мыслью мысль это должна быть как переключатель идущий дальше в сердце возгревающий сокрушение покаяния ну вот до этого должна вот это момент этой брани происходить когда Господь дает тебе уже все-таки почувствовать что молитва сейчас прекратится мир потеряется к сердцу приближается опасность смущение какое-то появляется вот этот момент нельзя отворачиваться надо принимать брань склонять свое произволение к Господу и он поможет но если нет то снова в мир окунаемся в прах в тьму спасибо господи